В ходе грамотно проведенного комплекса оперативно-развесных мероприятий полицейскими установлена личность и местонахождение подозреваемого в совершении грабежей в смоленских ломбардах и краж из нескольких предприятий в Поченковском районе. В сентябре и декабре 2014 года в областном центре неизвестный совершил два дерзких ограбления в ломбардах известной сети. В обоих случаях злоумышленник в маске внезапно врывался в помещение ломбарда, молотком разбивал стекло и похищал лотки с ювелирными изделиями, после чего также внезапно скрывался в неизвестном направлении. Общий ущерб от действий грабителя составил более полумиллиона рублей. На поиски преступника был ориентирован личный состав УМВД России по Смоленской области. Сотрудники уголовного розыска тщательно изучили записи видеокамер с мест происшествия. Параллельно с этим велись оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию серии краж из сельскохозяйственных предприятий Поченковского района. Полицейские выяснили, что один из похищенных там телефонов сдал в ломбард мужчина, по приметам похожий на того, кто грабил ломбарды. В предполагаемых местах его появления были устроены посты наблюдения и засады. Вечером 23 декабря схожий по приметам гражданин был замечен на улице Коммунистической, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска. Задержанным оказался нигде не работающий 27-летний уроженец Кемеровской области, ранее неоднократно судимый за грабежи и кражи. В содеянном задержанный сознался, его причастность к кражам на территории Поченковского района также подтвердилась. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого на съемной квартире полицейские изъяли часть похищенного имущества, молоток которым злоумышленник бил витрины в ломбардах, а также залоговые квитанции из ломбардов в Московской и Брянской областях, куда гражданин сбывал похищенные украшения. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, грабеж, совершенный в крупном размере, и кражи с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище. В настоящее время подозреваемый арестован. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Смоленской области. В ночь с 11 на 12 января в одном из дачных кооперативов в поселке Вишенке загорелся дачный дом. На место происшествия прибыл пожарный расчет и следственно-оперативная группа отдела МВД России по Смоленскому району. Во время тушения пожара полицейские заметили огонь и дым в окнах второго этажа соседней дачи. Стражи порядка поспешили на соседний участок. Навстречу им из окна дома вылез неизвестный мужчина, который, угрожая ножом оперуполномоченному уголовного розыска, потребовал дать ему уйти. Оперативник обезоружил неизвестного и задержал его. Мужчина и его спутница были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что доставленные накануне злоупотребляли спиртными напитками и случайно оказались в дачном поселке, где искали себе место для ночлега. По их словам, они проникли в одну из дач, где разожгли огонь и уснули. Проснулись от того, что постройка загорелась. Тогда и покинули его и проникли в соседний дом. Появление полиции прервало их план согреться и выспаться. Доставленному мужчине 36 лет ранее он неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. В настоящее время полиция проводит проверку по факту возгорания дачных домов. 12 января около 11.30 в полицию обратилась продавец продуктового павильона, расположенного по улице Московский Большак в Смоленске. Женщина сообщила, что только что двое неизвестных порезали ей руки ножом, похитили из кассы всю выручку и скрылись. Я поднимаю глаза, бокала нет. Этот мужчина поднимает прилавок, заходит и говорит, деньги давай. Он ко мне делает еще два шага, я стою и выпихиваю вот сюда. Получается его выпихнуть. Смотрю, этот стоит боком к двери и ее держит. Тут же он меня запихивает обратно, начинается потасовка. Он меня прижимает вот сюда вот к мойке. И тут в процессе появляется нож. Он пробует торкать в шубу. Тут я вижу, что кровь текет, я не чувствую боли, ничего. Вот это и потом нож оказывается около шеи. Потом я обратила внимание, что есть царапина. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции номер 2 ОМВД России по городу Смоленску. Сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы полиции и участковые уполномоченные отрабатывали жилой сектор, прилегающий к магазину. Кроме этого, полицейские проверяли вокзалы и перекрыли выезды из города, чтобы преступники не смогли покинуть пределы Смоленска. В результате профессиональных, грамотных и слаженных действий оба подозреваемых были установлены и задержаны. Одного из них, вооруженного ножом, задержали оперативники при отработке жилого сектора. Второго на железнодорожном вокзале задержал участковый уполномоченный полиции. Оба задержанных ранее судебны за совершение имущественных преступлений. Одному из них 37 лет, второму 48. В Смоленск они приехали из других регионов на заработки. И чтобы купить обратные билеты, решились раздобыть деньги преступным путем. В настоящее время оба задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Вечером того же дня полицейскими был раскрыт еще один разбой. Двое сотрудников уголовного розыска проходили по улице Нахимова, когда их внимание привлек мужчина, стоявший возле одного из магазинов. Его поведение показалось полицейским подозрительным, и они решили за ним понаблюдать. Дождавшись, когда из магазина выйдут все посетители, мужчина зашел внутрь, а оперативники подошли к дверям. Профессиональное чутье их не обмануло. Спустя несколько минут мужчина выскочил из магазина в маске с ножом в руке и при этом пытаясь спрятать в карман деньги. Полицейские тут же задержали его и доставили в отдел полиции номер 1 УМВД России по городу Смоленску для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 39-летний неработающий житель Смоленска. Свой поступок он объяснил материальными затруднениями. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Субтитры создавал DimaTorzok